Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 ноября. Память Блаженного Максима, Христа ради юродивого московского чудотворца. Милосердный Господь открыл несколько путей для спасения и достижения вечного блаженства. Но самым трудным и тяжким из них является подвиг добровольного юродства. Блаженный Максим избрал себе этот путь и неуклонно шерствовал им до самой своей кончины. Время не сохранило до нас подробного житья этого московского чудотворца. Отказавшись от всех удобств жизни, он почти обнаженный ходил по улицам города Москвы, перенося и холод, и жар. Своими изречениями он многих удерживал от зла или ободрял в трудах. Хоть люта зима да сладок рай, часто говорил он, «За терпение Бог даст спасение. Бог велик, не правду сыщет. Ни он тебе, ни ты его не обманешь. Всяк крестится, да не всяк молится». Блаженный Максим подвязался в первой половине пятнадцатого века. То было тяжелое время для русской земли. Иго татар, голос, засухи и моровая язва угнетали народ. Своим терпением святой учил людей терпению. Проводя сам нестяжательную жизнь, он желал, чтобы и другие не забывали из-за временных богатств о своей душе. Удерживал московских торговцев от несправедливых сделок. «Божница домашняя, а совесть продажна. По бороде Авраама, по делам хам». После таких подвигов блаженный Максим представился 11 ноября 1433 года и был погребен у церкви святых Бориса и Глеба на Варварской улице. Господу было угодно прославить чудесами своего угодника. Так у гроба святого в 1506 году произошло исцеление одного человека, у которого была сведена нога. В 1547 году, 13 августа, были обретены нетленные мощи блаженного Максима и тогда же было установлено празднование святому. Самые мощи остались под спудом. Благоговейные чтители памяти святого построили предел над мощами святого Максима, московского чудотворца, в честь преподобного Максима Исповедника. В 1698 году, по усердию московских жителей Максима Верховитина и Максима Шаровникова, старые церкви были разобраны, при этом отвалившийся от стены камень, открыл великое сокровище святые мощи святого блаженного Максима. Они были с честью перенесены в один из московских шаборов, где находились во все время строения нового храма. Этот храм, существующий до ныне, был освящен во имя святого блаженного Максима с пределом честь Максима Исповедника. Около сорока лет хранились мощи блаженного в этом храме. В 1737 году произошел сильный пожар, известный под именем Троицкого. Пламя охватило и церковь во имя блаженного Максима и московского чудотворца. Храм весь выгорел, сгорела и рака с мощами святого Максима. Уцелевшие части святых мощей были благоговейно собраны и переданы в сей храм в 1768 году. Здесь и до сего дня почивают мощи святого Максима, подавая исцеление во славу Божию. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.